Крылья Советов переиграли прямого конкурента в борьбе за выход в элиту российского футбола. Перед началом поединка волжане и гости из Владикавказа имели в своем активе по 23 очка и располагались на пятой и шестой строчках турнирной таблицы. Цена победы была высока. Стоит отметить, что самарцы завладели инициативой с первых минут и не позволили сопернику создать ни одного острого момента у своих ворот. Все атаки Алании разваливались на подходах к штрафной крыльев. На 24-й минуте Владислав Сарвеля отдал передачу Антону Зиньковскому. Полузащитник красивым дальним ударом открыл счет. Ростислав Солдатенко был бессилен. Под занавес первого тайма на 40-й минуте форвард Иван Сергеев совершил рывок от центра поля. Обогнал защитников Алании и уверенно реализовал выход один на один, установив тем самым окончательный счет на табло 2-0. Мы попробовали во втором тайме сыграть в том числе и на классе. Но большую часть игры мы хотели быстрее двигать мяч и играть в первую очередь за счет скоростных взаимодействий и за счет скорости отдельных игроков. Главный тренер гостей заявил, что его команда впервые в сезоне проиграла по делу. Спартак Гогниев поздравил футболистов и наставников крыльев Советов с заслуженной победой. Мы работаем, мы тренируемся, мы готовимся к каждой команде и каждый наш футболист растет. И даже эта игра для нас это рост определенный, потому что каждый футболист делает выводы, на каком уровне надо играть, на каких скоростях надо играть. После этой победы крыльев Советов набрали 26 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. От лидера первенства Оренбурга Волжан отделяет всего 3 балла. Борьба за путевки в РФПЛ продолжается. В следующем поединке подопечные Игоря Осенькина встретятся с Ивановским текстильчиком. Игра пройдет 9 октября на стадионе Шинник в Ярославле. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.